Всем привет! Да, бывает и такое. Бывает плохое настроение. Я не могу сказать, что это депрессия. Депрессия это когда уже затянулось что-то и надолго. Когда накрывает с головой. Я не позволяю себя накрывать депрессией, потому рассчитываясь с ней резко и быстро. Что я делаю? Кто угадал? Правильно. Я еду по магазинам. Что я покупаю в этот момент в магазинах? Вещи. Не только для себя. Но и для других людей и детей. Для родственников и даже для чужих. Нравится это кому-то, не нравится это кому-то. Все. В данный момент мне чисто, я не знаю, по барабану кому что нравится. Я просто справляюсь со своим каким-то внутренним миром, который хочет что-то сказать. Но ему приходится слушать меня. То, что хочу я. И вот эти походы в магазин, вот эти может быть какие-то несущественные, совсем маленькие, мелочные подарки, вещички, которые я покупаю. Становится на душе легче. Может это приятнее кому-то становится, даже и тем людям, которым я это все делаю. Ведь каждая вот какая-то благодарность, я не знаю, или хорошая мысль о тебе, или просто хорошее слово, всегда тебе зачтется. Если не здесь и сейчас, то потом. И другой раз нету в наличии таких там, я не знаю, больших сумм денег, чтобы можно было разбрасывать налево и направо. Но все равно, какая-то вот такая мелочь все равно найдется. И потому все вот эти посылки, которые я собираю, я не собираю за один раз. Хотя здесь есть, что купить за один раз. Пойти можно закупиться, обкупиться, сделать все, что хочешь. Я вот это удовольствие растягиваю. Вот что-то, когда накрывает меня, я тихонечко собираюсь и пошла. И вот так вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я удовлетворяю, как бы, свою душу вот этим. И раз в год вот эти посылки отправляются. Да, я не покупаю какие-то там сумасшедшие дорогие вещи. Я беру вещи, конечно, на сейлах. Конечно, на свой вкус и на свой цвет и на свой выбор. Но я думаю, получать подарки хорошо. И, как говорится, дарованному коню в зубы не смотрят. Лично это мое мнение. Я всегда, как бы, с благодарностью принимаю любые подарки. Пусть даже, если они мне не подходят там по каким-то любым причинам. Но человек о тебе подумал. И значит, что о тебе помнит, не забывает. Так что вот такие вот дела у нас. Я иду сюда, у нас по округе. Здесь полно магазинов разных и всяких. Буду смотреть, конечно, детские вещи. Если что-то найду для себя, конечно, я себя не обижу. Здесь обижать себя не надо, потому что в нашей жизни хватает обидчиков. И хватает тяжелых каких-то моментов. А себя нужно любить. И если такая возможность тебе предоставляется, почему бы нет? Почему бы не купить себе какое-то лишнее платье, какую-то лишнюю обувку? Если бы у меня не было вот таких вот плохих настроений, у меня бы, наверное, не было и обуви. Потому что и шкаф бы у меня был пустой. А так он уже трещит по швам. Вот в такие моменты вот как раз и хочется выйти и излить душу. А что я возьму? Не знаю. Посмотрим. Будет что-то нормальное? Окей, не будет. Оставим в другой раз. Но я получу вот этот прилив энергии из-за того, что я вышла. Что я была в магазинах. Я не хожу в дорогие брендовые магазины, девочки. Нет. Брендовые магазины я могу только смотреть вот так через витрины. Не всегда я понимаю эти бренды. Не всегда у них там что-то то, что лежит. Как бы на душу ложится. Не всегда. Деньги сумасшедшие, да. А смотреть в другой раз не на что. Так что, если смогу снять что-то, сниму, не смогу. Сори, потому что это магазины. Не я там одна. Дети шумят, люди разговаривают по телефону. По телефонам. И я тут бу-бу-бу и бу-бу-бу. Но не всегда получается. И приходится тогда урезать много. Или музыкой какой-то перекрывать. Нужно искать музыку бесплатную. Короче, не все так просто. Много работы. А я в этом деле еще не профессионал. Так что, звеняйте. Поехали. Я пришла посмотреть кошелек. Мне нужен кошелек. Но так как у меня сумочки все небольшие, кошелек мне нужен небольшой. Но здесь огромное количество больших кошельков. Вот это все, что я выбрала из маленьких. А еще здесь есть мед в ассортименте. Как бы сырой, но не перегретый, как его, не пастеризованный. И стоит он 6 долларов. Вот этот цветочный. Это горные цветы. Форест. Какой-то форест. Это 9 форест. Интересно. Разный мед. Разные цены. Тут какой-то клеверный мед. И здесь есть almond butter. Я еще никогда не брала almond butter. И вот наши любимые медлендс. Надо взять. Попустую. Четыре доллара. Maple syrup. Коллаген. Relax and sleep. Коллаген. Турнер. 6 долларов. Классные есть спортивные штанишки. Вот с таким вот орнаментом. Индусским. Прямо со слонами. Но мне кажется, что вот такие вот объемные, объемные рисунки полнят. Можно попробовать. Вот такое в себе я взяла. Яблочный цвет. Это вишневый. Может, это сакура. Не знаю. Извала себе вот такую вот майку. Может, к этой сакуре подойдет. Есть интересные, конечно. Вот, пожалуйста, Kelly and Klein. Но они дорогие. 20 долларов. Что-то меня жаба давит. Это 20 долларов за них. И здесь не очень так принято ходить. Вот в таких вот росписях Adidas. Adidas. Красиво, круто. Но я не видела, чтобы так ходили. По крайней мере, тут у нас. Может, где-то и ходят. Ну, вот как-то так эти штаны. Вот они. Шлепки. Не спортивные. Не смотреть. Как-то они вот, мне кажется, полнят. Сейчас одену потемнее. Чтобы просто вот так вот сравнить. Майка. Тоже штуки вот эти, наверное, от того, что висят. Постоянно на плечиках порастягивались. Не имеют никакого вида. Люблю вот этот бренд. Бандетта называется. Вот он сзади как. Как интересно шьет. Да, тут на меня, наверное, маленький. Надо было взять побольше. Рукава с такими вот дырочками. Тесно тут. А вот и слоны. Тоже вот красивые рисунки. Нечего сказать, но... Мне кажется, что они полнят. Кофточка приятный цвет такой. И на зомбу. И на зомбу. И на зомбу. Ну вот. Скажите, сразу меняется, правда? Лук. Сразу ноги удлинились. Вытянулись. Штучка здесь вот такая вот интересная. Принт внизу. Совсем другой вид, правда? Вот о чем я и говорю, что узоры полнят. Потому не люблю узорчатые вещи. Хватает своего. Вот эти штаны, которые более-менее входят, 17 долларов. Вот эти... Вишня эта 15. Вот эти слоны. Тоже 15. Эти 17. И дело померить. The North Face. 35 долларов. Вот такая штучка с одним карманом. С капюшоном. Ну, как спортивный стиль. Я бы в спортивном стиле всегда ходила и везде. Обожаю. И в своем джинсовом хавать. Столетним. Ну, вспомнила. Достала и пошла. Ну вот. Вышла я. Все-таки взяла вот такой вот малиновый. Красненький. У меня еще такого не было. Губам подходит. Говорят, что деньги любят красные кошельки. Посмотрим. Сейчас я сюда нафарширую все мои карточки, которые у меня есть. Благо тут много места для них. И есть хорошие места для прозрачности. Драйвер-лайсенса. Поместятся все карточки? Не поместятся? Посмотрим. А это что? Ох, это карточка. Health Insurance. TG Maxx карточка. И банковская моя карточка. И от All Navy карточка. Раз все. Даже есть еще лишние места. Сейчас мы еще посмотрим, что тут у нас затерялось. И этот кошелек у меня вот такой вот был. Все хорошо, нормально. Нигде не порвался. Замок гавкнул. Все. Расходится и не застегивается. И я что-то пробовала его зажимать. Разжимать. И ничего не получилось у меня. Потому пришлось менять. Ох, 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 ох. Ничего не поделаешь. Так и будет. Новый кошелек. 10 долларов. Ну и окей. Небольшие деньги. Можно иногда и поменять. Этот у меня прослужил, ну я не знаю, наверное, года два. Хватит. Он свое уже. У меня есть тоже карточка от NetCost. От русской базы. Тоже такое хорошее дело. Хотя мы там не очень часто бываем. Но бываем. Раз в полгода, как я уже говорила. Еще хорошо, что есть место для мелочи. Вот здесь. Вот так вот. На замочке тоже. Сбоку. Насыпала. Немножко выглядывает. Ну, из-за того, что здесь у всех очень много карточек, у всех всегда кошельки раздуты. Не так из-за денег, из-за кэша, как из-за карточек. Каждый магазин, каждый банк. А в некоторых банках и по две карточки. Вот так. Ну, вот как-то так. Ничего. На какое-то время пойдет. А там посмотрим. А этот уже будем выбрасывать. Он свое отработал. Вот туда его. Окей, девочки и мальчики. Едем дальше. Посмотрим, что есть. Ничего такого я здесь не купила. Думала, что может что-то будет интересное. Ну, как бы полно всего. Я взяла Мэндолин. Штаны не взяла, а спортивные. Лучше я пойду в Олд Неви, там где у меня сейлы. И там возьму за полстаны. Почему мне нравятся эти Мэндолинс? Они в каждой в индивидуальной такой упаковочке. И всегда свеженькие. Вкусная французская выпечка. Можно себя иногда побаловать, чтобы поднялось настроение. Но в глазах как будто, я не знаю, песка насыпали. То ли погода, то ли крем. Иногда бывает, наверное, крем не подходит. Мажешь, лезет в глаза. Окей. Поехали дальше. Все, что куплю, покажу дома. Итак, я уже дома. Вот мой улов на сегодня. Вот из этого магазина, из этого бренда. Так, смотрите, что я сегодня набрала. Набрала вещей много. Большинство из этих вещей, вещи детские. Так как я люблю покупать деткам вещи. Люблю ходить, искать, подбирать по размерчикам. И люблю деткам делать вот такие вот подарки. Не часто я это делаю, но делаю. Сегодня у меня вот такой вот детский улов. Очень хорошие сейлы в этом магазине. Теперь, ну, конечно, на детскую, летнюю одежду. И не только на детскую, но я что-то обращаю внимание больше на детскую одежду. Бренд отличный, сами знаете, американский. Одежда качественная. Хорошо носится. Детские кофточки. Кепочки. Кстати, вот такая кепочка у меня стоила доллар, по-моему, или полтора. Вот такая чуть-чуть побольше, три. Вот эти все маечки, все футболочки для девочек по 2 доллара. Меньше, больше, плюс, минус. Конечно, это не на одного ребенка. У нас таких много, вот такого вот возраста. Деток. Что еще? Вот такая вот интересная шортики. Лосинчики. Такие вот. Качество. Все вот такой вот трикотаж. Отличное. Вот такие вот шортики. Все стоило по 10. По... Тут некоторые цены даже заклеены, даже не могу вам сказать. По 11 долларов. Такие вот шорты стоили. Не вижу сколько, но что-то около трех они сейчас. Так, это вот, это вот, это. И взяла у нас есть еще мальчишки, которые постарше. Вот эта кофточка 3,50. Вот такая вот тоже. Интересная. Тоже недорогая. Оно, здесь одна цена, а потом, когда они проходишь через кассу, они тебе выбивают совсем другую. Поменьше даже. И вот эти все мои покупки. Вот это тоже такая маечка спортивная. Ну, это уже не детская, это для девочки постарше, для женщины. И шорты взяла тоже. Шорты, наверное, ставлю себе за 5 долларов. Вот такие вот желтенькие шортики. Лето придет. За 5 долларов трудно будет найти. И вот за вот эту всю кучу вещей Я фактически заплатила 50 долларов. Но, так как у меня был вот такой вот купон, за все 50 истраченных, мне половину дали бесплатно. 25. Вот это вот, наверное, уже половина вещей, которые у меня есть. Еще у меня одна половина дома. Четверо детей. Четверо у нас или пятеро. Вот это все разделю по кучкам. И отправлю. Добавлю каких-то сладостей, чего-то еще. И до Нового года посылка уйдет. На радость детям и ихним родителям. Все. Понравилось вам, не понравилось. Вот этот чек у меня есть на следующий раз. До 16 сентября я должна его тоже оприходовать. Я могу еще раз пойти в этот магазин. Набрать тоже на 50 долларов вещей. Любых детских, взрослых. И они 25 мне отдадут обратно. Вот такие вот дела. Все, мои хорошие. Вам хорошего дня и настроения. Всем пока. Bye-bye. Вот я еще докупила какие-то вкусняшки. Я уже дома. Пришла. Голодная. Поела. И решила уже показать, что имею. Взяла вот такие вот снеки. Маша ходит на работу, в школу. Теперь ей нужно что-то иметь с собой на перекус. Мэндолинс. Дейтс. Кстати, она не любит. Это я себе. Вот такие квадратики. Как они называются? Байтс. С алмондом, кэшью, пабс и блобери. Мне нравятся. Интересные штучки. И вот такие вот арчат с валой. Крэнбери, элмонд, кэшью. Тоже тут миксы такие. Маша берет вот такими пакетиками на учебу. Что еще? Ну и раз в обновлении давали такие хорошие дискаунты, я решила себе обновить бра спортивные для зумбы, для джима. Такие взяла 3 по 12 долларов, но они там вышли дешевле, потому что с 50 и 50 на 25 отдавали. Взяла вот такую тоже спортивную кофточку черную. Сзади у нее вот такая вот дырочка внизу. И сеточка вот такая вверху. И взяла вот парочку бра таких обыкновенных от Винска Мута. Сколько они? 14 долларов. И что еще? Вот такую я взяла себе курточку легенькую. Как 100 граммовочки они называются. Атребук. Сколько она стоит? 35. Вот это мне понравилось, что имеет розовую такую подстежку. Будет немножечко освежать капюшоном. Не длинная, короткая, с карманчиками. Карманчики и здесь вот здесь тоже можно что-то положить. Вот и все. Все покупки на сегодня. Растрачено немного денег. Но деньги тоже нужно тратить иногда. Не только их зарабатывать. Все, мои хорошие. У нас отличная погода. Сейчас вам покажу. Через сетку плохо видно, но видно. У нас солнышко. Вот. Можно даже загорать. Люди все повыходили. Гуляют. По магазинам шастают. А я уже от шастала. Пришла. Замученная. Отдыхаю. Всем хороших выходных. Бай-бай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...